Теперь, ребята и девчата, смотрите, малыши, один с вами, малыши, на меня внимание обратите, один с вами будет из взрослых там, по 15 минут будете меняться. Вот сейчас взрослый первый выбирает, кто он будет с малышами на том турнике. И всякие, смотрите, базовые, основные действия, простые, очень простые. Слышите меня, взрослые? Максим, слышишь меня? Это хорошо, но Никита слышит 100%, он светлое будущее смотрит, он слышит, это хорошо. Поэтому, малыши, подходите под маленький турничок, взрослыши, Егор, Егор, ты меня слышишь? Я слышу. Смотрите, чтобы никто не находился здесь рядом с вами. Я через день. Максим, забери, ребятиш всех возьми под маленький турник, покажи просто какие-то умеешь простые действия. Егорыч, для тебя я прошу, улыбнись, сделай 8 связок простых, по 8 простых элементов разогревочных. Покажи для Марины и, соответственно, для ребят уровень мастерства. От простого к трудному, Егор, от простого к трудному, ладно? Я хочу двух сразу, пожалуйста. Не надо, пожалуйста, я тебя прошу. Егор, пожалуйста, от простого. Егор, давай договоримся, вот прям от простого к трудному, чтобы не шокировать сразу людей. Покажи простенький, покажи. И сделаешь двуху, не хочешь, а зря. Сейчас, значит, тогда Дмитрий Юрьевич от простого к трудному покажет нам. Или бы Ренатик. Ренат, покажи, пожалуйста, от простого к трудному. Элементы? Да. Желательно в одной связке больше 8 элементов. А может, как? Сможешь? Окей, это как, хорошо? Показывай? Да. И как раз на тебя посмотрит мама. Детвара. И увидит, что может ее ребенок научиться за короткое время, за годик, например. Это называется, Егор, надо называть правильные элементы. Пойдем переворотом, покажи, как им, да, выходы. За одну тренировку научиться можно всему. Главное, тело, чтобы готово было. Вот, нормалек же. Ну и классно. Да мы все, мы уже мысленно похлопали, да, все хорошо. Сейчас вот Дмитрий Юрьевич покажет, не только мысленно. Он повзрослее, он покажет, да. Элементы, которые для его возраста подходят. Ну нормалек. Егор, покажи от простого к трудному, пожалуйста. Братан, ну пожалуйста. Ну двух, это не самый простой же элемент. Ну ты че? Средний. Это даже, это даже не самый средний. Покажи попроще и потяжелее. Ну я понял тебя. Триста шестьдесят простой элемент. Я понял. Ты готов, братан Егор? К чему? К отжиманиям. За что? За все. За что? Просто так, просто так. Ну за полки не. Да, я, это риторический вопрос, он не требует твоего ответа. Поверь, ты готов. Триста шестьдесят? Нет. Да, потому что мы с тобой не смогли договориться, Никита. Так я договорился, триста шестьдесят это легкий. От простого к трудному. Покажи, Павел, связочку просто. Связка большая, но от простого к трудному. Вот вспомни, какие самые простые элементы ты обучался, да. Разнообразие элементов, может быть, какие-то зависания там. Вы должны удивить прежде всего простотой действий. Не козырностью то, что вы можете, а от простотой, как это легко дается. Но человек должен увидеть. Упадись, упадись, упадись. Уголочек сделай. Уголочек сможешь? Ну, допустим, ладно, допустим. А Егор бы смог, но не захотел почему-то. Егор, не сиди спиной замерзнешь, братан. Спину застудишь, это проблема будет. Вот это, ладно, простой, я согласен, что это можно сделать, да, очень легко и просто объяснить. Но остальные, которые вы делаете, совсем подъем-переворотом покажешь, зависание, капитанские какие-нибудь выходы. Вот это даже простые. То, что люди, то, что на физкультуре им пригодится, парни, а на физкультуре они не смогут сальтухи закрутить. Понимаете, учитель физкультуры скажет, я вам не разрешаю. Вот, уголок из патрульника, молодец, простой элемент. Что еще, вспоминай, какой еще. Выход на три показал, переворот показал, да, молодец. Можно капитанский, через спину, когда через, у тебя перекладят за спиной, молодец. Шпагатик выйди сейчас, ну, как у тебя в шпагатике, заряжено. Сейчас, да, такой элемент, уже выход попробуй сделать. Тяни, 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 тяни. Ап, уже силы заканчиваются, а мне хотелось бы увидеть, что у вас силы сохранились. И теперь красивый соскок. Вот можно сейчас козырный, да, Егор, сейчас можно какой-нибудь козырный добавить. Давай, крутани с перехватом. Вот сейчас посмотрите, ребята, посмотри сейчас, что Никита сделает, потом Максим, конечно, покажет. Сейчас внимательно посмотрите, вам понравится это, да? Вот похлопали мысленные физически, да? Егор, и тебе тоже, братан, похлопали, конечно, и Ренатика. Вот сейчас ты можешь градус оборотов повышать. Мне хочется увидеть связку из 8 элементов, но уже средних и крутых. Ну да, сейчас уже можно средние и крутые элементы добавлять. Ну, Егор, не всем легкие, не всем. Ну, вы сказали, забор. Забор можно научиться всем. Ну, вот покажи ты легенькие, потяжелее, потом потяжелее. Вот покажи, иди сейчас, давай, средние и трудные. Сейчас Дмитрий не хочешь показать? А зря. Давай, Дмитрий Юрьевич. Да не, я так. Ребята смотрят, понимаешь, им нравится это, родителям нравится. Они же, родители, приводят детей сюда для чего? Не чтобы дети изломались, а чтобы дети здоровые были. Нормально, нормально, давай, давай. Тем более, Диман, ты сам родитель же, да? Ты же понимаешь, про что я говорю? Водитель. И родитель, и водитель. А теперь вот представь, это все идет под музыку, с разными светом, мигающим. А за сколько можно сложно сделать? Давай, да. Хлопающие люди, вот это вот очень интересно, очень смотрибельно. Но к этому, к этому надо постараться дойти к этому. Во сне, во сне. А самый цифровой какой-то, который выучит? Лицо. Лицо. Давай, ноги втать. А 720? Да. Он умеет, он умеет. Я? 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 Егор, ну ты че? Я не раз. Иди, иди, делай, Егор. Я не раз. Чтоб турник не простаивал, конечно. Я не раз. А парное что-нибудь, Никита, с Ренатиком? Вы будете в Москве делать парное какие-нибудь выступление? Покажите парное нам сейчас. А мы еще не придумали, мы еще не приняли, придумали. Что вы, Крик? Вот, все в ваших руках. Думайте, придумывайте. Вы че? Что придумать, вы уже все знаете. А вы с ними в Москву лежите. Зачем? Что мне там делать? Что я не видел в Москве? Что я не видел на чемпионате? Путина. Лично видел Путина. Лично видел. Нет, я его видел. На картинках, на фотографиях. В реальной жизни. В телевизоре. В реальной жизни. Там в реальной жизни в Москве можно увидеть Путина, Ленина, Сталина. Сотографироваться. С царем можно сфоткаться. То есть на Красную площадь там очень много интересных людей ходит. Царицы. Екатерина Вторая там ходит. Что, я никого их не видела? Ну, ты их видела? Да как вы памятники? Живые люди ходят с ними, и фоткаться можно. Ну, реально, реально, там цари ходят. Да хорош. У меня фотка и с Лениным, и с Тутиным, еще с кем-то. Царицы какие-то, вот не помню их. Петр Первый там двухметровый ходит. Их несколько даже, Петров Первый ходит. Но они ругаются между собой. Ну, я серьезно говорю, у них это, ну, это, понял, да, кто туристов фотографируется? Это вот это вот люди. В Сербурге тоже там. Конечно. Там можно всех встретить. Я вам советовал, прикольно, синхронно делать упражнения, простые действия, синхронно вдвоем уместиться на турнике. Синхронный, допустим, простота, подъем-переворотом, либо выход на три, что там, пистолетик. Маленький смена, да, любой. Можно Егора? Можно Егора. Егор в Москву не едет лучше Егора на смену. Давай, Егор, ребятам, иди подойди к малышам. Да, 15 минут, Егор. 15 минут. Хорошо, Никит, он по-русски лучше понимать будет. Добро, добро, конечно. Егорыч, ты не злись. Надо просто ребятам элементики показать, поделать, потому что сам видишь и знаешь. Это будет твои 50 отжиманий. Егор, это твои 50 отжиманий будет помочь ребятишке. Можно в туалет. В туалет, да. Попить, умыться в туалет, 5 минут, перерыв. Егор, покажи им подъем, молодец, Диман, покажи им подъем-переворотом. Или выход на три. Надо, да, полин, контролируй, чтобы никто не зашел к ребятам. Пожалуйста, ну где, Никита, встань. Ты поможешь же, чтобы никто из ребят не заходил сюда. Встань, где, Максим, да, покажи, объясни ей. У нас чемпионка мира по рукопашному бою не понимает, как защитить. То вдруг кто-нибудь бежит, какой-нибудь казах, бах, на бой, все. Сейчас, Полин, ты сейчас научишься, а потом станешь служить в каком-нибудь охранятии крутого тетю или дядю. Не, а что, реально, да, что целохранителям плотят? А я думаю, чемпионку России мира по рукопашному бою целохранители захотят взять. Особенно сейчас стрелять будет уметь, если их... Полина, главное, вставай. Не Максима защищай, Полина, а ребят защити. Я тоже боюсь. Не бойся, тебе сейчас крутить. Никитос, все, да, Полинечка. Все, поехали, парни, смотрим. А какая есть? Макс, отойди в сторону. Не, не, в другую сторону, Максим, отойди. Ты же не стеклянный. Я отхожу. Молодец. Давай, 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 давай. Надо рассчитать симметрию. Синхронность, как вы идете. Да, хорошо, кстати, будет. А вы сможете перепрыгнуть? Поменяться турниками, перелететь? Ну и давай попробуем. Смотри, спяшка. Можно я сейчас побыстры? А тебе третьим надо думать, Максим, что ты третьим будешь делать? Потому что вам надо сделать трио. Где идет? Семерок. Залет. Макс, чешский? Чешский. Все? Ноги там. Еще мы запретим. Да, мы запретим. Запретим. Здрасте, Ибрагим. Батя пришел быстрее, Ибрагим, быстрее, быстрее. Покажи, что ты здесь смог сделать. Быстрее же. А не можно макать, если у них руки скальтят? Они какой элемент делают? Какой элемент делают? Просто залезть на турник, руки скальтят. Ну ладно, давай с твоих ладоней, да, чтобы это все. Покажи, как это делается. Ребят, подойдите, пожалуйста, к Егору, посмотрите, что такое магнезия. Ибрагим, вы все, вы пошли? Ильюш, Ильюш, обувь расставь хорошо, чтобы она на пороге не стояла. Убери в сторонку, пожалуйста, обувь. Молодец. Ну от магнезии попадосы, руки рвутся из-за нее, кожа рвется, конечно, это гонево. Вот это очень зря вы делаете. Здесь не руки скользят, а хвата нету. Вот чем проблема. Силы, силы нет. Я вообще магнезии не пользуюсь, считаю, что это вредновато. Ну трескаются, у них ладони. Парни, 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 секунду, Никит, покажите, пожалуйста, свои ладошки, чтобы Марина увидела просто как мама, чтобы посмотрела, что происходит с ладонью. И заодно малыши, посмотрите на ладони, ребят. Егор, покажите малышам, пусть они посмотрят, что у вас с руками происходит. То есть такое чувство, что они в цеху у станка, понимаешь? А на самом деле вот... Нет, ну так красиво, смотрите, а чтоб зарплатывать. Все это круто, но какой ценой? Слезы, переживания, нервозности, травмы. Все это у всех бывает. Димарик. Молодец. А так все очень круто, как реально, как в хорошем, в цирке, либо в театре, да, в таком. Поэтому все, и дети все это очень быстро учатся. Ну, знаешь как, за месяц можно увидеть перемены, за год будет очень хороший, интересный результат. То есть реально за год, если приходят с нуля, вот ничего не могли, ни потясть, ни отжиматься. Год очень хороший результат. При условии, что ну хотя бы там два раза в неделю человек посещает. Вообще лучше-то, конечно, каждый день заниматься дома, вот уделять внимание гимнастике. Я имею результат именно по выполнению вот таких элементов. По сути, это не очень тяжело. При количестве времени свободного, при учебе хорошей, да, чтобы человек не отвлекался. Потому что у нас одно из правил, если проблемы с учебой и в быту дома, то ходить лучше не надо. Лучше надо исправить все вопросы и потом только тренировкам посвящать. Ренатик из того, что покомпактнее, он быстрее прилетел, Никит. А ты дальше отлетел. Вам надо даже прыжок рассчитать, симметрию, как вы прыгнете, амплитуду. А смогли бы вы сделать, вы когда висите, нет, надо, чтобы Никита с Максимом висели вот так, не с головой. Ренат у вас, вы как кольца сделаете, Ренатик у вас в руках зависает. Максим, послушай, вы раскачиваетесь, вот вы не влезете в тройной. Вы раскачиваетесь, он делает первый соскок с переворотом и потом вы за ним делаете. Попробуйте, попробуйте, поняли? Ну сделайте втроем, попробуйте, Ренат. Вам что, трудно что ли? Повисни, Максим, повисните сначала, пожалуйста, вниз головой. Дайте руки Ренатику, чтобы он за вас повис. Вниз головой, да. Теперь давайте ему руки, которые у Никиты какая она будет левая. Да. Ренат, вот вы сейчас должны держать, раскачивайтесь вместе с ним. Его куда ты, Ренат, будешь прыгать? А, мы сейчас слетим, вы поняли? Нет, ноги поджимай, держи, держи. Ренатик, удержишься? Ну быстрее, мне голос на пороге. Попробуйте просто подержать его. Прямый, держи. Не получается? Повисни, уголок сделай, Ренатик. Вот, вот, нормалек, уже как бы смотрится, допустим. Сейчас смотри, Ренат, ты не уходи от них, знаешь что, парень, не висите, секунду. Не уходи от них, ты ему максимально не порой. Смотри, выходя от них, ты мог их взять за руки, вот они тебя утонули. Иди сюда, и они делают соскок. То есть прям, ты прыгнул. Ой, так, ну соскок вы делаете. И они как бы в ту сторону прыгают, тоже такое же действие. Вы должны творческий признаки. Это будет круто, это творческая тема. Поехали. Макс, терпи, братан, ты будущий чемпион России, ты мне давай не рассказывай. Вы должны приехать оттуда сюда с радостью и наградами. Вот сейчас повиси, секундочку, прям уголочек провиснет. Повисел, допустим. Все, встал за руки и втяни. Парни, готовьтесь. Дай ему руку. Иди вперед, Ренат. Давай, раз, два, три, пошел вперед. Вот, да, ну что, прыгать надо? Что, Максим, вы что? Еще раз давайте. Делайте, пожалуйста. Раскача не хватит, он должен выше нас подкинуть. Да вы, вам не надо топорик с раскачем делать. Вы просто соскочить должны вниз с турника. Вы соскочите. Топорик, который без раскачки. Никит, вы что? Вы вообще не понимаете меня, что ли? Вы давайте ум останавливайте, а сейчас мы будем отжиматься, если вы меня не услышите. Стоп, 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 стоп. Я ноги не чувствую. Ты ноги отсохли, что ли? Я кровь в голову. Хорош, вы, парни, вы справки точно, вы их не подделали справки? Точно? У вас со здоровьем все нормально? Все отлично, просто непривычно. Просто один ползет, другой говорит, что у него кровь-голова ушла. Кровь-голова ушла. Да. Макс, вы хорош. Вы там в Москве сознание потеряете. Я потом по телеку не услышу, по радио, что саратовская команда попуталась там, обблевалась и ничего не сделала. Я хочу, Никит, Максим, Ренат, я хочу сейчас это действие увидеть. Ренатик, аккуратнее, терпи. Макс, быстренько. Раз, есть. Все. Есть, есть, фиксация. Есть. Тяни их вперед. Да, 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 прыгать. Да, надо было, да. Да, вот так прыгнуть надо было. Вот это четко. Повтори еще раз. А давайте это сними. Ты снимешь это? Давай, конечно, сними. Парни, еще раз, пожалуйста. Вы, во-первых, турник дайте Дмитрию Юрьевичу, пусть он сделает. Да, пускай, пускай. Полин, пойдем. Сейчас она вас заснимет, а вы посмотрите. Снимешь, да? Все, давайте, в темпе. Никит, Ренат, вот смотрите. По разности, по разности, вот вам надо красиво спрыгнуть. Да, вам надо спрыгнуть красиво. Вот я бы Максиму советовал бы. Макс, ты должен за руки потянуть. Будешь. Сделали. Есть, зачет. Вперед прям. Да нет, надо... Максим, сделай два кача. Раз, качни вперед, и второй выведи их. Да, да, да. Да. Еще раз давайте. Первый можно они будут фиксировать просто. Ну, давай, ты покажи, и сразу на кач выходи. Первый кач вы готовите, и второй прыгаете. А ты сам руки вперед красиво выведи. Типа сделал, давай. Первый шагнул, и раз. Сам руки вперед. Ну, что ты пошел? Тебе так же надо присесть было. Конечно. Ты что, не догоняешь, Максим? Вы кино не смотрите, комиксы не читаете? Вы же Веномный. Ну, как бы, космические комиксы. Вы что, не в курсе, как он делает? Он прям, я Веном, да? Ну, назвались они соплей космическое название. Ну, теперь пусть страдают. Нет бы назваться соколы, да? Орлы как бы звучало бы. А назвались Веном. Что это такое? Или там тигры, да? Или медведи какие-нибудь. Ну, до медведей, ладно, не дотягивает пока. Ну, там, ну, соколы точно бы подошло бы. Полин, ты творческая девочка? Нет. Подскажи ребятам, чего мы хотим, как зрители, увидеть. Может быть, они тебя послушают. Что я тебе послушаю? Я тебе задал вопрос творческой личности. Да. Да? Подскажи ребятам, что мы, как зрители, хотим от них увидеть. Вот красоту разных людей. Ты же знаешь, что они круто исполняют, да, всякие штуки? Ну, задай им задачки по творческой. Да, я не знаю, как у них там. Зачем тебе знать, как у них называется, если ты как творческая личность, ты можешь им объяснить, что ты хочешь от них увидеть. Зачем тебе название знать? Ты просто скажи, ребят, я хочу от вас увидеть такое-такое. Егор, пять минут осталось, не переживай. Мяу, да, я думала. Блин, парни, вам надо было крутить стульчик вовнутрь, а Никите крутится в другую сторону. Вот так надо было сделать, да? Ну, это уже их вопрос, чтобы не встретиться. Ну, да, но только опять не синхронно. Ренат раньше приземляется, а вы дальше. Нет, это из-за габаритов. Потому что Ренатик компактнее. Он больше скручивается, быстрее. А они более раскрываются. Почти. Не пошел он. Вот так взял. Что, распереживалась? Да, пойду я на улицу погуляю с ним. Так, тренировка до 21.00. Ого. Да. Нет, так-то знаешь, сама смотри. Посмотрели, понравилось, можно просто потом понять. А то мне телефон. Сейчас время 20 часов 13 минут. Ну, пусть они же решают. Я же ничего, я же не могу их заставить. Нет, пусть они, да. Просто скажи сама, что, ребят, как делать будем у детей, спроси. Кирилл и Диана, к маме подойди, пожалуйста. К маме подойди, пожалуйста. Диан, ты тоже можешь подойти? Да, да. Конечно. Вам надо послушать, что мама скажет, и подумать. А ты под грудь, под грудь, Егор, помоги. Подтолкни. Ручки контроль. Егор, помоги под грудь. Толкни, толкни под грудь. Да, 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 давай. Оп. Во. Прыгай, не бойся. Поддержи, подержи, подержи. Два. И. Оп. Не бойся, в Егоровских руках вы будете надежные, не переживайте. Ну, сказали до девяти. До девяти? Да. Все хорошо. Я подойду тогда, пускай внизу ждут меня. Хорошо. Аккуратно собаку, здесь во дворе у нас тоже две живут. Не обращал внимания? Такие два больших крепыша, кобей и лисука. То есть это, ну, рыженький с черным. Да, чтобы этот, ну, не заругались. Все, спасибо. Да, конечно, пожалуйста. Все, спасибо. Егорик, Ренатик, Никита. Вот сейчас, парни, обратите внимание, я даю вам возможность, чтобы вы приняли участие в проекте «Наставник». Парни, я вам даю возможность. Вы должны красиво настолько себя преподнести, чтобы ребятам захотелось заниматься. Вы давайте не протупливайте. Пожалуйста. Максимка, у вас обалденная возможность поучаствовать в проекте «Наставник». 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 Что? «Наставник». Так ты сначала, надо, чтобы его родители со мной договорились. Ты объяснил? «Наставник». 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 Он тебе абонемент приобретет? А что это такое? Ты, Полин, ты что? Ты не знаешь, что такое абонемент? Ну, и надо, чтобы он тебе, Максим, приобрел. Или кто приобрел? Мама? Ну. А Максимка, если подчас тебя хочет взять, но у тебя нет возможности приобрести абонемент, ему на тебе подарок сделаешь на Новый год. А у меня есть такая возможность? А я не знаю, Макс. Ты решай, брат. Это тебе решать. Если ты сейчас не можешь найти возможность девочке помочь с абонементом, занятием, может быть, а вообще по жизни нет тогда возможности содержать кого-то, помогать. Ты задумайся, может, надо взрослым местом уступить? У кого есть такая возможность? Мы-то найдем, Макс, поверь, брат, мы найдем возможность вас всех содержать. Вопрос, как ты че с этого получил? Ты понял меня? Простой вопрос, три года я тебе спрашиваю. Че с этого получил? Да, Ренатик? А то, что я вас содержу? Я хочу от вас получить красивую картинку, как минимум. Уважительное общение с друг другом. Достижение, конечно. Награды, дипломы, грамоты. То есть, чтобы город Покровск, Волгу, Саратовская область продвигаются. Вот это я хочу увидеть. Мне бабки не интересны по факту. Я хочу увидеть результат. А не всем интересно? Как вы говорили. Ну, значит, я не все. Понимаешь? Мне не интересны ни деньги, ни их номинал, ни их количество. Мне это доллары, евро, мне не интересны. Меня содержит народ. Соответственно, я от этого народу благодарю. За детьми моего народа, за вами, я ухаживаю, вас воспитываю. Это моя благодарность народу. Ну, а что вы, как вы отблагодарите народ в моем лице? Поделимся своим. В лице Сергея Сергеевича. Да пока, брат, ты ничем поделиться не можешь. Пока ты делишься эмоциями и злобой, и гневом, и истерикой. Вот этим ты делишься. Я хочу, чтобы ты поделился честностью, справедливостью, добротой. Понимаешь, Егор? Понимаешь, конечно же. Поэтому молчишь. Какой я из... Звук, включи звук. Да, ребят, посмотрим. Как там, да? Война план покажет. Ох-ох-ох. Весело будет. Ничего не понял. Как ты, вот, Дмитрий Юрьевич, как ты думаешь? Вот про то, что говорим, как им это в жизни. Пригодится это? Что, что я про... Честность, справедливость, мужественность для мужчин. Ответственность. Дисциплина. Да, Илья? Ты хорошо дисциплинирован, мальчик? Я... 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 Ну, говорит. Давай. Я новый элемент сделал. Какой? Иди показывай. Показывай. Мах на три. Мах на три? Ну-ка покажи мах на три. А мах на четыре сможешь сделать? Нет. Ну, давай, мах на три показывай. Давай. Ну, ты попробуй. Аккурат... Я... Илья, 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 аккуратнее. Аккуратнее отходи. Да. Что, Никит, ты его маху на три научил? Да. Это хорошо. Вот так. Два. Вот на вот такой три, да? Оп. Мах на три. Ну, это крутой элемент. Вот. Давай. Полина смотрит. Мах на три. Оп. Давай еще один. Еще. Оп. Молодец. Шпагатик давай. Уголок. Нормалек, нормалек. Уголок давай. Эх, соскочил. Никита тебе не рассказал еще, да, про уголок в шпагате? Я не знаю, что это уголок. Егор, телефон можешь вот на колесо положить, он рядом с тобой будет. На колесо, чтобы ты не ходил постоянно, чтобы не тратил время двигаться. Кольцо главное мне еще. Кольцо, смотри, ты можешь так же на телефон положить. Пусть здесь будет. Все. Мне пять элементов. Пять элементов? Давай, делай. Связку. Вот это топорик. Топорик на сто восемь. Сто восемь. А вот посмотри, что Ренатик делает. Вот такое сможешь сделать? Нет. Попробуй. А потом... Попробуй. И лишь посмотри, что Дмитрий Юрьевич делает. Такое сможешь сделать? Вот так ручкой. Ты тоже нет. И у меня пять элементов. Все, давай, связку. И семь. Лады, давай. Еще три осталось. Давай, показывай. Только новое. Обязательно Никиту поблагодари. Обязательно руку ему пожми, скажи, Никита Сергеевич, я тебя благодарю, брат, что ты мне помог освоить элементы новые. Все, вперед. Дай мне тоже, дай пятюню. Все, поехали. Мне еще осталось. Молодец, молодец. Только они старые. Поехали. Все, делай, делай. Аккуратно под турничками проходи. Полина, ты брата поздравила, что он пять новых элементов выучил? Да, конечно. А ты родителям сказала, что у него занятия кончились? Да. Ну, я с тобой вчера же говорил. Да, мам. У него ноль осталось? Сейчас. Пойдем сюда. Да, в смысле? У него сегодня последнее занятие, и они у него, ну, трениров кончается, они у него кончились. Пойдем. Помнишь, я тебе вчера сказал, что... Я на тренировке еще раз повторяю. А, это матушка? Нет. Смотри. Чернов, Илья Иванович. Один плюс один, это которое одно осталось, и одно социальное. Та, которая, как по справке. Вот вчера одно из них кончилось, в любом случае оно же одно кончается, и сегодня вот последнее, он тоже заканчивается, и все. Я вот тебе прощу. Ты маме сказал или родителям? Нет, сейчас еще не сказал. У тебя суперстальной пресс. Можно обраться? Да, раздоваться. Да, раздоваться. Продолжение следует... Продолжение следует... Пообщаемся, нажми 1, если ты хочешь, чтобы не было токсичных людей, нажми 666, если сам токсичный, нажми 0. Катя и Женя, как у вас там обстановка? Все хорошо? Получается? Вы что-то сегодня уже... Катя, ты выучила что-нибудь, какое-нибудь действие получилось? Жень, Женек, ты топорик? Ты раньше не мог его делать? Ну, маме покажешь потом, да? Катюх, ну, конечно, ты не по-гимнастически немножко одета, я так вижу, да? Ты там в бантике, в юбочке. Ну, девочки так бывают, что вот хотела шахматы, а привели на гимнастику. Знаешь, хотела скрипки, а пошла в пианино. Ну, если все-таки ты захочешь сделать, если что, это, ну, пытайся. Ты можешь, вот, видишь, Илья на кольце висит, ты можешь на кольце повисеть и попробовать покататься, да. Диана и Кирилл, у вас получается? Что-нибудь получилось, Диана? Если что, ты пробуй еще, не переживай. Чей, Никитос, так видео я от вас не увидел, да, брат? К сожалению. К сожалению. Кто тебя меняет, Никит? Следующий. Кто тебя следующий меняет? Ренатик? Да. А делайся, что же, пожалуйста. Подпить? Ну, там, где подпить, тут стоит. А водички, это, да, с тобой кто-то поделится водичкой? Да, я вон там, вон там. Все, хорошо, да. На будущее, если что, с тобой водичкой бери, Данис. Березы. Здесь, да, так-то можно, если разрешают, конечно. Но лучше все-таки спрашивать разрешение. Правильно же, да, Эта? Спросить разрешение, можно ли попить. А на будущее старайтесь с собой водичку брать. Вы можете там лимонный сок туда добавить, или там как-то поприкольнее сделать. Опа, то покрышки нравятся, да, всем? Туда все залезают.